Привет, родные, привет, роднольки! С вами я, прекрасный человек, Радик, и не менее прекрасный человек, Юрий Александрович. Всем привет! И мы смотрим нашу любимую-любимую программу черного списка с не очень прикольным, блядь, названием «Скрытие замков» с Димой Масленковым. «Скрытие замков!» Сейчас, ребята, научимся, подмечаем все, мало ли чё. Вот просто от суммы до тюрьмы не зарекайся. Или как там правильно? Я хочу, чтобы меня было погонял домушник. Домушник? Или дымовой, дымовой, блядь, это нормальное дело. Ну и что, все ссылочки, куда можно подписаться, у нас будет в описании, телеграм и твичи. Я жду от сегодняшнего выпуска, что я научусь скрывать замки, иначе это просто потраченное время. Так ты умеешь, не помнишь, как мы в детстве скрывали хаты, что ли? Ты чё? Блин, бипец. У тебя все вот эти, блин, детские воспоминания, как будто отшибли, ты заклебал на тюрьме. Я просто всем расскажу, почему у меня не было на ютубе, когда Юлик начал. Потому что я сидел, блядь, я все взял на себя. Я в форточки залазил и только домой к себе, когда ключ забывал. Соседи ничего не говорили, все. Блядь, я, кстати, извиняюсь, что перебил. Я же к вам домой ходил, когда у вас дома не было, я к вам форточку залазил. И я все в форточку залазил, со стороны огорода, да? И все, ну да, 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 со стороны огорода по зумам-то приходил. Вот так, уродик, ты здесь. Постукиваешь, и там вот эта защелка падает, а потом нужно просто потянуться и сделать выход внутрь. И когда ты мелки, то приходили они такие, а ты у нас что ли, а что-то там, я говорю, да, что-то родители уехали, а Юлька пришел, а Юлька еще со школы не пришел, позвонил. Я в форточку залез, а они такие, ну ладно, блядь, то есть вот такие отношения. Тогда, да, там на двор было сколько семей? Четырежды четыре, шестнадцать. Шестнадцать семей, да. Все, всех знают. Охуенное время было. Ладно, учимся вскрывать замки. Мы начинаем. Первое, что испытывает человек, который не может попасть к себе в квартиру, это паника. Дверь заклинила, ключ потерялся. Что говорить о ситуации, когда внутри помещения находятся пожилые или дети? Решить проблему обещает служба по экстренному вскрытию замков. Но у меня такое чувство, что человек, которому срочно нужно попасть в помещение, не будет долго выбирать или вычитать отзывы. Скорее всего, он предпочтет тех, кто приедет к нему быстрее. Ну вот... Я пользовался такими услугами раза два, три, наверное. Прекрасно работают, очень быстро. Тьфу-тьфу-тьфу, ни разу не забывал, ни разу не терял ключей. Вообще, никогда не было таких проблем. Я один раз личинку менял, потому что у меня дверь достаточно сложная, ее нужно всю разбирать почти, чтобы это нормально сделать. По ободку там какая-то хуйня, он все снимал, всю дверь разбирал, чтобы одну личину... Ну, ничего не сломал, ни стену, ничего? Нет, вообще ничего. Дверь спокойно разобрал, потом собрал и все. Она там... Ну, дверь была открытая уже, получается, или нет? Да, дверь открыта была. Мне просто личинку нужно было поменять. Я хотел сам, смотрю, что-то не то. Сейчас сломаю, лучше вызову. И все за 20-25 минут все прекрасно. У меня такая тема была, короче... Ну, заклинила дверь на втором этаже у кого-то из жителей. А там подросток, он, короче, ну, очень сложный. А мама у него как-то, знаешь, такая тоже женщина. Шаляй-валяй, грубо говоря. Вот. И он говорит, типа, попробуй, помоги ради мне дверь открыть. Я это там разобрал, но, как бы, мне не получается. Я говорю, окей, мы нашли большую лестницу, я к ним поднялся наверх. Я, ну, типа, ну, чтобы ты понимал, у них на хате просто нарисован гигантский ху**, блядь, краской. Я такой, о, понятно. Подхожу к двери, и дверь, не то, что она разобрана, она вот в клочья разорвана. Он ее там разорвал, распилил, сломал, там, замок расковырящий. Я говорю, слушай, мы сейчас игру не откроем. Я просто ломом так взял, типа, замок выдернул в другую сторону, все, вытащил. Я говорю, все, свободно, идите, блядь. Он говорит, интересно, а сколько двери стоит? Тысяч пять? Я говорю, да, пять тысяч, разбирайтесь сами потом. Там пизда была вообще. Я один раз дверь погнул на съемной квартире. Хорошо, что хозяева это не увидели. В смысле, дверь погнул? Так вот тоже заклинило, я ее пытался открыть, хотя бы выдрать, чтобы потом замок новый поставить. Я за угол ее тянул, тянул, тянул. Он такой, хуя, 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 погнулся. Страшно, блядь. Ну, я его как-то назад немножко, это... Но вмятина осталась на зме. В смысле, я замок выдернул, ты дверь погнул, еб... Да дверь и ху**, потому что... Блядь, грелку, грелку рвем, блядь, спокойно вообще. А совестно ли работают подобные мастера, мы узнаем сегодня. Сегодня черный список проверит сервис по вскрытию замков в трех ценовых сегментах. Дешевом, среднем и самым дорогом. Начинаем эксперимент самого выгодного специалиста. Комментарий. Самый выгодный вот по этим превьюшкам выглядит профессиональнее всех. Там последний, самый дорогой, молоток вбивал вообще в личинку. Да, 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 хуярил. С чем-то она потворит. Может быть, у меня там личинка такая, он просто решил отбить за... Ну, типа, знаешь, бетонную стенку чуть-чуть. Не, они обычно предлагают. Говорят, могу сделать вот по-свински, и типа все, нахуй, сломается. Но потом с этим сами разбирать. Либо время займет, я аккуратно вскрою. Все зависит от бабок. Ситуации излишни. Хочется вскрикнуть только божечки-кошечки, потому что мы не можем попасть в класс. Божечки-кошечки, бля. Мы необходим специалист, который вызволит нас из столь сложных ситуаций. Дмитрий ищет недорогого частного мастера на популярном сайте по подбору персонала. Находим анкету. Андрей, 177 от... Нихуя себе, очень жирная. Отличная оценка. О себе он пишет, что вскрывает замки любой защиты. Давайте прямо сейчас напишем. И отзыв такой, сидел пять лет за это же. А вот как вообще в эту работу приходит? Мне кажется, только так и приходит в основном. Ну, мне кажется, так приходит по сейфам, да, и замков. Но также обучаются, изучают просто структуру. Знаешь, просто нравится механизм. Ну, хочу взламывать замки за полторы тысячи. Ну, в детстве было хобби, бля. За полторы тысячи, бля. Сколько замков нужно вскрыть? Сколько нужно вскрыть замков, чтобы смогли туда войти хозяева и заработать там 50 тысяч в месяц, когда можно вскрыть один замок и заработать себе на всю жизнь? Хорошая цитата. В личной переписке Андрей обещает помочь в решении нашей проблемы. И стоит это будет... Знаешь, один из хата обнес, а все остальное просто для души делает. Тысячи пятьсот рублей изусорных. Да, да, да. Фраза, что наш специалист совсем скоро появится на пороге квартиры, как никогда актуально, потому что дальше он не пройдет перед ним, закрытая дверь, которая... Да, я спеца представлял вот такого, типа, знаешь, здесь татухи набиты в виде перстней. Ну, бля, фраер такое, не по понятию. Но я ни одного не видел с перстнями, кстати. Да, я думаю, стереотипно все-таки. ...брую необходимо вскрыть. Помогать оценивать исполнителей нам будет мастер по вскрытию замков с семилетним стажем Алексей Ромахин. А наш тайный агент Максим сыграет роль лже-злоумышленника, который прикрывает жизненный... Лицо такое, выглядит как у злоумышленника. Я готов поверить в это. Вот, вот, не хочу человека оскорбить, но лицо такое, что вот он может, если ты куртку оставишь где-то на кровати, сто долларов-то стащить. Если увидит. Вот такое лицо. Так себе, товарищ, блин. Скорее всего, прекрасный человек, но вот лицо... Есть потенциал, есть куда расти в этом положении. Все проникнуть в чужую квартиру. Наш специальный агент пытается проникнуть в квартиру. Он якобы отыгрывает человека, который поссорился со своей любимой. Они вместе проживают в этой квартире, она на него обиделась и поменяла замки. Здрасте. Ты че? Мастер такой, ну, по-мужски понимаю, блядь. Сейчас. У меня такая же правая. Выбей тут сюда. Пока же правая. Насри ей там, понял, блядь. Давай, я тебе помогу. Замок поменял. Дужно. Алексей, вообще, опишите, что должен узнать специалист перед тем, как начать оружие. Первое, проверить документы. Не раз такой. Второй момент, соседи. Не раз такой. А вы мне не проверяли документы? Никогда не проверяют документы. Офис, офис, в котором мы снимаем. Там вот эта личинка тоже пошла. Еще давно. Я тоже вызывал. Вообще, вскрыл и вскрыл. Видит, что у меня ключи есть, типа. То есть, ты можешь в руках любые ключи держать? Ну, да. Да же, блядь. Это нужно яйца иметь и не нервничать. Так-то можно много хуну творить, если у тебя яйца есть. Да, конечно, блядь, тачки, блядь, грабят днем, блядь. Подходит спокойно. Да, да. Чем смелее, тем это все быстрее происходит. Просто бутылку в супермаркете взял, и ты прямо вот так с ней можешь выйти через кассу. И никто тебе ничего не скажет. Блядь, ладно, у меня там в голове какие-то жуть уже начинают придумываться. Я не буду продолжать. Уже все в этом в календаре вбиваешь дела. Так, обнести в соседнюю хату. На меня точно не подумать слишком надо. Нет, там просто выпуск посмотрят на следующий день в новостях. Типа, произошло изнасилование в центре города Москвы. Человек говорил, что... Я видел видео, что... И сказали, что меня никто не заметит. У меня есть яйца. Вы изнасиловали пять женщин. Блядь, вы что, вы читали? Я думаю, я не видим. Да. Юлик и Радик сказали, что я не видим. Они что, пиздят? Это не призыв к действию. Ну, там, данного человека, что он проживает, не проживает. И третий момент, это полиция. Чтобы мастер для себя был спокоен. То, что его потом ни за что не привлекли. Да он наличкой возьмет, его там не увидит. Мастер может убедиться в правомерности этих действий, проверить документы. Если он никем не приходится в данной квартире, законность вскрытия дверей абсолютно не уливает. Мастер вообще не должен вскрывать данную дверь. Сейчас и выяснил. Блядь, он сейчас стойку примет, скажет, ты что, сука, блядь? Хатус, как ты хочешь? Да, да, да. Потребует ли мастер Андрей от нашего агента документы? Давайте паспорт подосмотримся. Смотрите, он сделает очень правильный вопрос. У меня все внутри. Если два дня назад поругался, уехал... Паспорт есть. Еще посмотрю. Смотрите, специалист действительно не собирается открывать дверь. За это ему огромный большой плюс. Красавчик, красавчик. Сейчас наш специальный... Не то, что твои спецы, блядь. Походу отсидел один раз, больше не хочет. Да, да, да. Не, 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 мне на эту хуй больше не подпишите. Получается, как соучастник, групповое ограбление там больше дают, между прочим. Я дать шарю, блядь. А, конечно, поэтому я взялся на себя, братан, ты че? Ты что? Ты пока поднимался, я там, блядь, тоннели рыл, блядь. Леса ложил, блядь. Ты знаешь, я любую пуговицу могу сейчас привязать к рубашке. Без ниток. Ногтем, блядь, знаешь? Знаете, почему Юлик любит нарды, блядь? Нарадик научил после тюрьмы. Я ему прислал как-то из хлеба сделанное все полностью. Ген будет всячески пытаться его уговорить это сделать. Пытаться связаться типа с соседями. Все соседи будут думать. Ну, это что кто-то подтверждал, что Юлик подтверждается. Молодец. Звонок якобы соседям, это наша хитрая уловка. Ведь агент будет звонить не настоящему соседу, а нашему ведущему. Он мне набирает. Алло. Алло, Паша, привет. Все пошло не по плану, блядь. Че делать? Но он будет вскрывать дверь, мы видели видос. Значит, они его обманули все-таки. Сами обманывают, потом минусы ставят. А потом в черный список. Пиздень, кстати, да. Нет, нет, не думаю. Блин, тут моя опять ущудила. Блин, замки поменял. Я вот с мастером, мне подтвердить надо. Я тебе сколько раз говорил, что это на добра не доведет. Все сидит, значит, что делать. А дома у тебя даже никого, да? Да никого нет, никого дома. Все выехали. А через сколько поедешь? Дом – это привидение, поэтому. Ой, слушай, ну часа три, наверное. Не раньше. Интересно, вскроет ли мастер Андрей чужую квартиру после телефонного разговора с непонятным соседом? Должен не понять. С моей стороны, как вы что-то. Я приезжаю, говорю, что у меня там паспорт отправил дверь. Я все понимаю, я смотрю. Так, как ты теперь можно показаться? Ну, да. Я чувствую, что реально мастер потерял бдительность. Потому что, по сути, он уже начал орудовать ключами, пытаться осматривать. Ну, он срок сроком полторы тысячи на дороге не валяется. Если ключ вообще подходящий, я так же опять начал осматривать скважину замка. Замок мастер осматривает, но к вскрытию так и не приступает. Может быть, Андрея убедя... Может, ну, мыслями, блядь, может, он магнета, блядь, сидит такой, смотрит, а там все раскручивается. Он сейчас прикидывает варианты, сколько ему сидеть и сколько он заработает. Возможно сидеть и сколько он точно может заработать. Тяжелое решение. Тебе страшно быть вот таким мастером? Тебе каждый раз... Ну, думаю, все время нелегкое, блядь, полтора, на дороге не валяется. Каждый раз на риск идешь какой-то. Голосовые сообщения от девушки нашего агента-злоумышленника, которые мы подготовили заранее. Слушай, ну зачем вот ты эту хи***у замком не сделала? Я не могу даже документы забрать свои. Можешь, пожалуйста, от***ться от меня, не звонить, не писать и дать мне пару месяцев нормально пожить без тебя. Я ищу квартиру. Как только я найду себе квартиру, я уеду. Твои трусы я с собой не заберу. Ну, слушай, тут бы я уже поверил, на самом деле. Ну, да. Я уже такой, типа, блядь, ну ладно, слишком много совпадений. Ну, ладно, бесплатно тебе вскрою. Надо. Тебе сейчас надо. Честно говоря, я безумно расстроюсь, если все наши уловки сработают и специалист начнет работу, потому что все это... Да это каким надо быть умным вором, блядь, тоже, чтобы другу позвонить, девушке позвонить. Да, потом, я не знаю, там, маме позвонить. Еще, ты говоришь, паспорт там есть. И по конце концов, он паспорт ему не показывает, знаешь, ну что тут ему въебач даст, он просто спокойно скажет. Вот так я взял преступника, все, майор Гром на месте. Реально, если паспорт не покажет, позвонит в полицию, скажет, никуда не идти. Да, да, и все. Ладно, погнали. Нет, 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 пожалуйста. Мы специально записали подготовленное аудиосообщение якобы от его жены, плюс он набрал своему знакомому соседу. Все это реально убедило специалиста, что это квартира... Доказательства, с которыми тяжело поспорить, убедили специалисты, ну, блядь, тупой. Ну, ну, не бывает же такое, что, знаешь, человек один в городе, там, да, нет ни близких, ни друзей, блядь. Все документы, ну, бывает обстоятельства, блядь, такие, я хера узнаю. Это уже прям, типа, очень продуманный обман, очень продуманный. Когда я раздель захлопнулась, я залазил через соседей, причем захлопнулась ночью, а залазил я утром, потому что все спали. Ну, через балкон не снаружи, а просто там была перегородка. А соседи хоть проснулись в этот момент, когда ты к ним попал и через них себе в хату прошел? Так стыдно было, потому что у них ребенок, и я в 5 утра им звоню в этот, ладно, хоть ребенок не проснулся. Такой еще, лё, блядь, я тут после туса, и дверь захлопнулась. Эх ты, юлин, блядь. Я в домашней одежде, я покурить выходил в подъезд. А, вот так ты, блядь, так легко прой... Да, и глупая дверь, которая сама, знаешь, закрывается, и все, ничего страшного. Да, да, я таких дверей очень боюсь. Знаешь, у меня такого никогда даже не было. Ладно, давай, что там, вскроет, нет? Нашего специального айдера, и он приступает к работе, к сожалению, к большому сожалению. Ничего плохого я вообще не вижу. Никакие там левые звонки, левые голосовые сообщения, они не являются вообще фактором доказательства правоберности, там, то, что человек... Ну, тогда он будет спать под газетами и есть раз в неделю, если он будет каждый раз вот это все проверять. В 99 случаях из 100 ему не напи... И то, когда напи... там будет понятно, что ему пи... С риском продуманно. Нужно убеждаться лично. Существует страх не беспрятен. Я бы это списал на человеческий фактор. Да, 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 да. Что сам специалист сказал, что так не делается. Так не делается и приступил к работе. Очень грустно. Да у нас много чего не делается так, как надо. И благодаря этому живем и проблему решаем. Это факт. В нашей двери... Справки, всякая бюрократия очень упрощается. Да, блядь, в бассейн пойти. Еще что, мне, чтобы, короче, бегать в марафоне, нужна была справка от врача, что я, типа, ну, я не знаю, какая-то там... Короче, что мне, типа, бегать можно, я не знаю, или что-то подобное. Мы их просто покупали за тысячу рублей. И все, потому что больницу, как бы, или было, там нужно отстаивать, приходить диспенсеризацию, еще что-нибудь. Я говорю, блядь, что-то мне так не хочется. Они такие, тысяча рублей вопрос решен. Блядь, чтобы себя за... 40 километров пробежать, нужно было еще тысячу заплатить, понимаешь? Первого класса защиты. Интересно. Сколько уйдет у Андрея времени, чтобы незаконно вскрыть квартиру? Незаконно. Не требуется времени, чтобы открыть подобную дверь. Минута времени. Ты за имену... Минута времени. Никаких усилений нет, броненакладок нет. Итальян стоит. Да, он, конечно, стоит. Ну, а он сидевший такой. Итальян стоит. Свой жаргон такой. Ну, вот, судя по тому, что сколько мастер ковыряется уже этой двери, сидит, начинает там тоже усыпляет бедительность якобы хозяина квартиры, то, что замок итальянский, туда-сюда фонариком светит и что-то там ковыряет. Скорее всего, будет еще поднимать стоимость на вскрытие. Напомним, что изначально... Чисто по себе так судят, знаешь. Ну, я бы так же сделал. Это легко. Видно, что лох стоит. Я бы на пятнашку развел его. Да-да-да. Ну, тут итальянский замок сложный. Алмазная как бы заточечка там, блядь. Нано-зацепы. Нано-за... Внутри замка. Да-да-да. Дверь, которая отпинутая, вся там нано-зацеп стоит. Составляет от 1500 рублей за услугу. Нано-отвертку, нано-молоток и нано-хуй... Прям замок. Надо посмотреть, что нано-YouTube, потому что мало ли там... Что-то по-другому. Поднимет ли Андрей свой прайс или возьмет с нас по минималке? Сколько вам я должен был заплатить? Чаточка. Е... О-ба-а-а-а! Насили! Никогда такого не... Э, ты, блядь, перебор, какая пятерочка, чонок. А ты сколько платил? Ты сколько платил? Да копье, копье. Ты вот так и платишь по полторы-две тысячи. Ну, поэтому... Скупой платит дважды, знаешь. Это нифига не дешевый сегмент. Реально, ну, типа, дороговатая пятерка за такой замок, блядь. Да. Да, реально, лом ставить, ну, давить, и легчинка вылетит, нахуй. Там она торчит прям. Ну, я же говорю, вот так посмотрел, и вот такой... Блядь, салатовый костюмчик явно какой-то. Я тоже обратил внимание. Бабки есть. Ну, все, сладенькие, блядь. А чехлит, ничего не скажет. Кожа минималкой здесь и не пахнет. Вместо полутора тысяч рублей – пятерочка. Что ж, это все очень грустно. Прямо на ваших глазах. Наш специальный агент, он же злымышник, с помощью специалиста проектов квартиры. Все, звонит полицию. Да, нет, мне просто интересно, попросит ли он паспорт, еще что-нибудь такое, знаешь. А он сейчас думает, паспорт просить или съехать. Просто мы после получили денег. Или пятерочку, пятерочку. Пятерочку и съехать. В данном случае ситуация, конечно, выдумана. Нашему специалисту ничего не угрожает. Но, если бы это был не телеканал «Пятница», а реальный вызов, либо его бы подставили машиной. Ну, вот вам лайфхак, как вскрыть чужую квартиру, по сути. Готовьте голосовухи, готовьте товарища, к которому позвоните. И пятерочку. Да, и пятерочку. В лучшем случае это до 40 тысяч рублей штрафа. В лучшем, до 7 дней. Ну, давай. Доброходите. Давайте паспорт посмотрим. Сейчас. Скажи, куда ты мой паспорт убрала? Мне нужно срочно паспорт. Слесарь, конечно, ждет, пока наш специальный агент принесет свой паспорт. Но мы усилим ситуацию. И специальный агент скажет, что паспорт находится в Сибири. Надо всех еще сказать. Если еще вскрыть, нифига, он его вяжет и вяжет. Ни шеи, ни срок, мусорок. Вот мужик сейчас и будет. Да, да, да. То есть специалисту придется. Я потом приставляю его на допросе. Этот салат мой мне сразу не понравился. Говорила мне, мама, не ведись на отладке. Вскрыть еще там на этой линии. А его открыть можно? Опа! Давайте его... Он понимает, что еще сейчас... Мне придется сейчас выехать везти, самому распиливать. Да вези сюда. А я думаю, там какие-то моменты, возможно, законные есть. Он поэтому порог бы не просто так не переступал. Потому что порог переступил. Может он вальпир. Домошный, блядь, типа, да? Надо пригласить, чтобы он смог войти. Сколько это адекватно делать вообще? Ну, в данном случае человек не убедился вообще, потому что человек является собственником. Ну, адекватно. И приступает дальше к различным видам работы. Да, ну, бдительность усыпил. И как бы он повелся на мелочи. И теперь он уже ведется не на мелочи. И он усугуляется. А если паспорта там не окажется, он скажет, блин, ну, пойдемте, вскроем квартиру моих соседей. Она сказала. Да, он точно там. Паспорт там. Мы там бухали просто вчера, и я его забыл. Потом надо в МФЦ сказать, потому что я вспомнил, что не забрал его, блядь, оттуда. Ну, я уже один поел. А вы тут оставайтесь. Сейчас просто приедет там нарядик. Нарядик. Конечно, хотелось бы, чтобы осталось. Похоже, что средь бела дня, в чужой и незаконно вскрытой квартире начинается незаконное вскрытие чужого сейфа. По-настоящему ситуация крайне не смешная, потому что, по сути, на наших глазах разворачиваются какие-то неправа... По сути, на моих глазах разворачивается какая-то драма, которую вы разводите. Ну, я бы прям испугался, если бы мне сказали, еще сейф вскрой. Ну, я бы не спугал. А сколько платить? А он даже не сказал, сколько это будет стоить. Ну, потом еще мы накинем там десятку. Десятку, наверное. Да, нет, просто я бы уже вскрылся. Вот я бы, как бы, я бы вскрылся в сейф, сказал, блядь, нет паспорта, ебать, 112, все. Или как-то майор Гром на месте. Либо делим то, что в сейфе. Да. Два человека, которые не относятся к этой квартире абсолютно никаким образом, зашли внутрь и сейчас еще вскрывают сейф. Алексей, с персональной точки зрения, насколько качественно работает он? Ты знаешь, первый раз сексом занимается. Да, да, да. Ну, в данном случае, мастер, пошло все не по плану. Хотел сказать, пошло все попить. Пошло все, пошло все не по плану. А твой просто отжать створку. Блядь, дедли сейф. Кажется, теперь это уже более грубый способ. Да. Привесли подолгу, можешь чаю попить? Че-ничего? Ну, можно. Или кофе? Алексей, профессиональный вопрос, можно ли пить чай? Можно ли вздымнуть немножко? Вздымнуть немножко? Ну, уже куда торопиться. Интересно, во сколько нам обойдется незаконное вскрытие сейфа? Пять лет обойдется. До семер и за сейф. Сколько он должен? И еще за сейф. Тоже пять? И за сейф пять тысяч. Выходит, что ненастоящее ограбление обойдется нам в 10 тысяч рублей. Тем более сейф уже вскрыт. Идите, забирайте свои документы. Да. Будем смотреть ваш паспорт. Ой, его там нет. Сейф вскрыт. Зону и деньги бери. Не хочу. Но паспорт там нет. Что же будет дальше? Ну, реально вырубят и в полицию начнут звонят. Паспорта нет. Сейчас. Может, замок подпасываете? Вы не помните? Я правильно. Я взломал ее, я взломал. О, во. Я вызвал полицию, он говорит. Нормальный мужик, все четко. Для масленников, не разводи трагедии. На десятку они ему заплатят, интересно? Или полторы тысячи дадут? Кстати, я бы десятку заплатил ему. Ну, нет, пятерка, наверное, что-таки. За обе работы десятка жирновата. Похоже, что только сейчас мастера ситуация действительно насторожила. Так сейчас придут чуваки с камерами, и он скажет, чего, блядь, за лоха меня держите? Все на... Паспорт, да? Где паспорт? Я вызову полицию. Он на них начнет... Не выходите ко мне, орать начнет. Да, да, здесь котелочная группа, блядь, обносит хату. Быстрее, быстрее. Я держу их главного, блядь. Прижал к стене за шею. Да, Маслику просто вот этот, как его, это... Шуруповертом глазу, блядь. Я убью его! Я не сяду, я готов убить его. Он собирается вызывать органы правопорядка. Ребята, давайте пойдем. Че, приезжало, да? Здравствуйте, Андрей. Я вам почувствовал, думаю, паспорт, да, я приехал. Телеканал «Пятница», где у вас не кричал на список. Мы по-настоящему следили за вашей работой. Ну ладно, им можно поверить, что они внутри квартиры сидели. Это ладно, успокаивай. Да, если понесу наружу, а пришел вхать, а окон нету, что ли? Может, это вообще продуманные воры, блядь, знаешь? Новый уровень мошенничества, блядь. Да, сейчас по сценарию мы должны... Как бы сейчас придут полицейские, это актеры. И вы должны им сказать, что это вы вскрыли все и ограбите. Хотя этот скетч будет, прикол. Знаешь, как прикольно сделать. То есть он вызывает полицию, а вор уже знает, что он вызовет полицию. И приходит просто, вот чуваки сразу же поднимаются, переодеты формы, такие говорят, все, спасибо за обдительность, майор Громовый на месте, до свидания. Типа, мы разберемся здесь сами, короче. Это опасный преступник, зеленушник маслястый, мы его давно ловим, блядь, уже. Знаешь же, и все, он такой ухо. Он, блядь, бдительность, он уходит, и все. Да, да, просто так можно, вас снимем на видео, как вы, типа, вот, вы вскрыли здесь, здесь. Спасибо большое, и ватсап МВД, блядь, пятнадцатого, там, отделение. Ну, есть пару вопросов. Да, просто чем-то гусит, блядь, вот это ты меня развелись, блядь. Блядь, в девяностых в МММ вложился, думаю, хватит с меня на, блядь. Здесь еще с замками, блядь. Почему? На самом, поверьте. Ну, есть такая чуйка, ну, я переписку слышал, во-первых, как, ну, женщина. Ну, бывает, что-то такие ситуации, что вот реально бывают такие вопроски. Можешь, пожалуйста, отреться от меня, не звонить, не писать. А только я найду себе квартиру, я уеду, твои трусы я с собой не заберу. Ладно, я открываю, но я не ухожу, пожалуйста, я могу сейчас в полицию. И дожидаем сейчас, ну, есть проблемы. Я уже вызву, кстати. Имели вы право вот так вот заходить? Не имею права, а ты кто его забирал? Хозяин позвал. Да, с точки зрения... Ну, еще раз, с точки зрения законодательства, конечно, нет. Ну, даже полиции мне это что-то ходить. Конечно. По правилам проекта «Черный список», если специалист выполняет свою работу идеально, мы удваиваем его гонорар. Если плохо, с косяками, как говорится, мы отправляем его в «Черный список». Ой, а вот сейф на самом деле 50 тысяч стоило. Вскрытие просто ошибся. Можете не удваивать, просто 55 мне заплатить? Вы не так услышали. Вы не так услышали. Я ноль забыл. По-честному, вас бы отправили в «Черный список». То, что вы взяли, сошли... Не согласен к тебе. Я тоже не согласен. Нам бы сказал бы, честно, иди ты в жопу. Я тут все четко сделал. Специфика работы такая подразумевает частое отсутствие документов. Человеческий фактор. Все-таки он есть. Тут по-другому никак. По-черному, действительно. Значит, никто в своей квартире никогда не попадает. Я вижу, что вы действительно хороший человек, который выполняет свою работу так же хорошо. А я с вами отсидел, я хороший. Так, стоим на месте. Я сейчас вызываю в полицию. Ждем представителей порядка и будем уже разбираться. Вас спасли от «Черного списка». А, я думаю, он реально... Прикинь, сколько он рискует. А если это какой-то е*****, он полицию вызовет, тот пойдет, нож на кухне возьмет, пронет его. Такой тот сам уже, бля, прожженный по нему вид. Я уверен, что ты мужик много чего не боится уже, ну ты чё? Я ничего не боюсь, не помню. Я ничего не боюсь, не помню. Я ничего не боюсь, не помню. Я не удваиваю, но и в черный список не мешаю. Десятку взял просто. Эх, надо было говорить, что за десятку он только сейф скрыл. Но сейф сложнее был. Не, ну ладно, в совокупе, наверное, сложности. Ну, тысяч на шесть, наверное, точно где-то сделал. Но он за полторах и вообще ехал. Разработал 10. Еще и по телевизору показали. Как на поле чудес попал, бля. Гулять пойдет и пиво пить. Продолжаем эксперт. Крафтовая. На очереди кампания по вскрытию замков со средним чеком. Так, я сейчас предлагаю... Да, это тысяч на пятьдесят, значит. О, с правила игры, потому что... Нихуя себе, бля. Ну я шучу, этот же за полторашка ехал, а заработал 10. Они, наверное, знают, что их снимают, как лохов развоят. Говорят, да это 10, это 20. Там в дорогом сегменте 11 друзей Ocean должны замок вскрывать. Тогда уже, я не знаю, там план придумают. Должны стену вырезать. Буквально в течение пяти-десяти минут. Давай найдем прямо сейчас такую кампанию, отзвоним им и зададим пару вопросов. Давай. Дмитрий ищет предложение по вскрытию замков в заданном районе. И его внимание привлекает компания «Замков». На сайте указано, что выезд мастера по городу от трех минут. Так, ну что, давай набирать. Алло, здравствуйте. Молодцы. Проблемка есть. Не могу в квартиру попасть. Я ее арендую, получил. Ты же сам. Сковор, аренда на руках. Вот хотелось бы позвать мастера, чтобы помог открыть. Ну, по ходу делал. Квартиру стоит от 2 до 3 тысяч рублей. В день в машине пострадает. Замок либо пулина по замену. А по времени сколки, я просто достаточно тороплюсь, мне надо по времени понимать, что. Ну, минут 20-30 ждать. Ну, хорошо. Сейчас проверим обещание менеджера компании «Замков». Приедет ли мастер к нам через 20-30 минут. В этом эксперименте роль злоумышленника сыграет наш тайный агент Андрей. По легенде, он потерял ключи от съемной квартиры. Но на самом деле, он попытается не... Ну, видимо, нам агенты вообще не нравятся. Так они набирают, наверное. Проникнуть на объект с помощью мастера. Мне кажется, можно выделять уже первую мину, потому что есть... Надо было реально договориться с каким-нибудь сидельцем, ну, который много сидел, чтобы у него все руки в перстнях были, чтобы он был худой, голый, сосипший. Надо домой попасть. Вот этого ты хочешь. Снимаю тут хату. Хе-хе, и сидел на картах. На первомайской. Курил прямо в подъезде. Бля, буду моя хата. Давай. Ты что, не веришь мне, бля? Смотри, бля, какие масти, бля, за пи... Он не возьмешь меня. С четками сидит. Моя, моя, и та моя. Все скрывай, давай. Это просто мишки. Мишки просто домой взял. На тебе пятнашку, вскрывай все хаты на этаже. Все четыре. Во время звонка он обозначил 20 минут, а по итогу он приехал через 38. 25-30 минут сказали. Сказал 20-30 минут, он сказал. На 8 минут он опоздал. На 8 минут? Да. Мне, конечно, минус. Это я вас вызывал. Потерял ключи. На работу надо ехать. Это замазанная проблема будет. Сейчас у нас легенда на порядок. Надеюсь. Ты за людей радоваться не умеешь, походу, дело. Управляемы будут надеясь. Так это самые интересные моменты, когда им лицом... Не, ну да, конечно. Буянят, кричат, уходят. Квартиранта собирается проникнуть в квартиру. Мы составили липовый договор аренды буквально за 2 минуты до съемки. И мы посмотрим, используя этот липовый договор, сможет ли он с помощью специалистов проникнуть в квартиру или нет. Не, ну просто очень странно, что у него с собой договор есть один до квартиры, блядь, понимаешь? Да там можно много чего выдумать. Ну, да. Только снял, не успел ключи сделать, захлопнулся. Всегда с собой нашу очень важную бумагу. Просто вот. Смотрите, у меня с собой паспорт, медкарта, короче, не знаю. Сейство о рождении. И на всех разные имена, фамилии, год рождения. Ну, это не обращается в внимание просто. Я просто люблю быть разносторонним. Ну, это, конечно, хитрая схема с копией, с липовыми договорами. Но все равно мастер должен убедиться. Фактически. Прикинь, как можно обмануть мастера, если взять все лайфхаки из первого мастера, где со звонками, с голосовухами, и еще сюда договор добавить. Вообще никаких вопросов не будет. Не, ну да, да. Не, я знаю, короче, такую тему. Вроде бы у Литвина было. Ему что-то рассказывал даже. О том, что чувак пришел с поддельной доверенностью от нотариуса, что, типа, номер перевести на другого человека. Перевели, короче, он пришел, перевели номер, и, соответственно, они увели так аккаунты. И все, и там карты, счета, что-то такое. Там же много что привязано. Ну, пи... Жестко, блядь. Поэтому так вот. Да даже в налоговой такая тема есть. У нас создали общество, там, ну, общество строительное общество здесь одно, в нашем доме, точнее, ТСЖ, грубо говоря. И просто, ну, сделали липовый протокол, отнесли в налоговую, его зарегистрировали как существующее, и мы не можем его аннулировать при решении суда. А мы приходим в налоговую, типа, говорим, блядь, как? Они такие, ну, вот и документы ненастоящие, они такие, ну, нам все равно. Вы, главное, не принесли протокол, и, типа, окей. Вот, идите в суд. Мы идем в суд, и в суде говорят, ну, нужно, чтобы налоговую аннулировала. И нету, короче, знаешь, точек соприкосновения нигде, блядь. И мы просто друг другу хуй... Ну, хуй... Просто говорят, что вы мудаки, они говорят, что мы мудаки, и все. Нету правды, блядь, в этой жизни, блядь. Нихуя, блядь. Поэтому только... Где можно успокоиться правильно? В церкви, блядь. Да-да-да. Пришел, послушал, вот где вся правда. И то. Не факт, наверное. Вся правда. Да, всеми пальцами щелкнул. Поехали дальше. Связаться с хозяином по видеосвязи. Желательно связаться по видеосвязи, чтобы тот предоставил с разворотом паспорт. Чтобы я видела его фотографию. Там серия номер, на всякий случай, это заскринить. И обратную сторону, где прописка. Вот после этого уже можно будет убедиться, что это хозяин. А, ну да, логично. Ну, сейчас посмотрим. Я арендуем. Занимаю? Да, снимаю. Договор о ренды. Есть, да. Так, в принципе, он задает очень правильный вопрос. Все выглядит так, как будто человек со знанием дела приехал сюда. Договор о ренды. Я должен его обожать на фирме. Так. Он должен его обожать. Ну, мне вам с кем отели? Так, стоп, подождите. Мастер уже начал манипуляцией, даже не взглянув на договор о рендах. Ага. Не очень хорошо, конечно. А, похоже. Он же есть. Похоже, что мастер поверил нашему агенту. У него в жизни вот это мыло на лице, поэтому не волнуйся. Да меня вообще хуй кто запомнит. Ты посмотри у меня, видишь что-нибудь? Вот тот и оно. Бля, он как люди в черном, когда пальцы удалили. Я хочу, вскрываю, хочу не вскрываю. Бля, я бы такой хотел, ты знаешь, на любой фотографии, на камерах. Просто у тебя уже лицо замельчено. Кто это, блядь? Ну ты бы таким одним был, тебя тоже легко опознать. Сука, да. В черную полоску тогда. Сколько же будет стоить попасть в чужую квартиру? Сколько будет стоить-то? Скорее, поменяли, он стоит 6-700. 6-700? Да. Двума ругана. Ну давайте. Давайте. Так он, 2-3 тысячи, ну да. Мне вскрыть и поменять. Установили новый замок второго уровня защиты. Сейчас посмотрим на профессионализм и аккуратность мастера. Скажи, Лёш, как должен вообще мастер аккуратно... Я бы на месте черного списка бы еще организовал белый список. Потом бы проверял тех мастеров, которые, знаешь, шоу вместе проверяли. Так мы говорили об этом. Это как мы назвали? Черный список 2 или супер черный список? Что-то такое мы говорили. Бля, точно. Что-то мне из башки вылетело. Или белый список реально назвали. Охренеть. Да, да, что-то такое у нас было тоже. Это прошлый раз, когда мы все рассмотрели, да? Да. Все, понятно, потому что не зря у меня жопу разрывает. Скажи, да, вызов. Ну, в данном случае, так как нет никаких усилений, броненакладок, там, пластин каких-то дополнительных защищенных. О! О, я молодец! Интересно, что же будет делать мастер после вскрытия двери? Ведь он поверил на слово непонятному человеку и не знает его настоящих намерений. Я за личинкой ела. А, хорошо. Мастер уходит за запчастью для замка и оставляет нашего агента в якобы чужой квартире одного. Одно же семь будет просить скрыть. Непонятно, а чемоданчик? Ну, что же, в умышленных прям на ваших глазах взял чемодан и убежал. То есть специалист помог открыть квартиру и... Бля, украл ядерную кнопку, прикинь. Нажал. Ну, человек смысл. Добро. Вот, вот. Сейчас, когда вернется. Я бы сам... Я бы такой, типа, блядь, не заплатил, тварь. Не, ну я бы еще и обосрался, потому что последствия какие. Надо хоть унести что-нибудь. Хоть что-то. Ноги, блядь, дадут носить оттуда. Я бы взял такой, знаешь... Понятно. Я все-таки ждал этого момента всегда. Взял бы полотенце и начал отпечатки удалять. Блядь сразу живой. Так, плавали, знаем. Да, да, да. Но съемочная группа решает дождаться завершения работ специалиста. Как дела у вас там? Хорошо. Хорошо. Вот даже, блядь, без задней мысли. Бедный чел. Надо было, знаешь, что сделать? Выйти в домашней одежде, заспанным сказать, а что вы делаете? Вот бы он обосрался. Да, да, да. Зачем вы вскрываете мою квартиру? Сейчас будут звонить в полицию. Блядь, был бы пи... Громко там. А, вот все. А, то мы тут снимаем просто. ТВ-проект. Вот сидим, звук пишет. А вы телеканал «Пятницы» не смотрите? Да, смотрел очень много. А черный список знаете передачу? Блин, не вспомню черный список. Ты о чем? Ну вот, заходите. Что, он просто уйдет? Походу, делал, да. Не зря замазался. Надо сейчас валить просто. Ну так, через дверь поговорим, чтобы вас не видно было. Как вы думаете, что вы неправильно сделали? Если вы правильно? Да. Так вы не будете общаться с полчеркой? Нет. Что ж, наш мастер оказался... Это меня узловка. Я не могу вообще. Он открыл квартиру... Блядь, деньги не взял, да, походу? Он свалил. Эх... Шестерок. ...мышнику, который воспользовался этим моментом... За этот... Слишком доверчивый, бля... Нельзя быть таким. Проступок, мы отправляем компанию... Шесть 700. Черный список нашего. Минус сборки. А, как бы, а процент агрегатору, вот этому, на который звонят один номер, он из своих, что ли, заплатит? Ну, наверное, да. Он еще и потерял деньги пить. Бедный мужик. Надо было деньги хотя бы взять. Да, нет, может, спирт, я ничего платить не буду, блядь. Я... Ну, еще начинку... Минус клеить у тебя. Да похер, другой агрегатор есть. Ну да, тоже верно. На очереди проверка дорогого сервиса по вскрытию замков. Как вы понимаете, черный список, это не хухры-мухры. Это действительно очень сложная многогранная передача. Я не понял, тоже ли. Будет разыгрываться совершенно другая ситуация. Знакомь. Внучка Ангелина. Ее бабушка сидит в квартире, не отвечает на звонки и не открывает дверь. У нас еще нет, он перебываешь за свою старушку и срочно вызывает. Беленов объелась. Мы нашли вот такой вот сайт. Тысяча один замок. Срочное вскрытие замков 100% без повреждений за 8 минут от 500 рублей. Что ж, давай набирай. Заявки нормальные. И проси их помочь. Если бы у меня был такой сайт, я бы домин купил домушник РФ. Надо посмотреть, есть ли такое. Я думаю, есть. Домушник РФ. Нету. Не удается найти этот сайт. Ну-ка, а можно его купить? Купить домин РФ. Домушник РФ. Свободен. А просто домушник. Домушник РФ? Нет, это точка РФ. Он прям по-русски пишется. А-а-а. Да, домушник РФ. 200 рублей всего. Я себе, бери, блядь. Хорошие уложения. Да, да, потом напишет. Выкупит подороже. Да, 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 да. В этот момент только что произошло, так сказать, такое финансовое обогащение. Потому что это не вкладывание в какую-то крипту, а в реальные вещи. Вот-вот подскочит сейчас. Надо дверь открыть. Дверь, квартира, машина. Квартира, квартира. У меня бабушка с обедой на телефон не отвечает. Вот пришла, стучу, не открывает. Я понял. Давай снимать, что расправим. Через как? Может, это намек, что уже пора съебать и отдельной жизнью жить бабушке не мешать. Уже взрослые деньги. Пожалуйста, побыстрее, пожалуйста. Пожалуйста, побыстрее, у нее пенсия сегодня. Она там сейчас ее тратит, заказывает всякое говно. Надо срочно отобрать у нее карту. Я хочу этот балет новую заказать. Вина. Смотрим, насколько обещание менеджера исполнит мастер. Я думаю, что уже можно записывать минус, потому что мастер очень сильно опаздывает. Да, бабушки, последние минуты, можно сказать. С момента. Себе полтора часа, блядь. Бабушка уже на том свете перезнакомиться со всеми успела за это время. Да, всех своих родственников. Там уже гниение пошло, за пошел должны идти определенные. Где-то один час двадцать минут. Немного дольше, чем было обещано. Минус сорок. Пожалуйста, побыстрее, пожалуйста. Дверь поебана. Здравствуйте. Можете побыстрее, пожалуйста? Просто опаздывайте. У меня бабушка с обеда трубку не берет. Я нервничаю, не могу. Я не смотрю, он похож на отличника, который, знаешь, отлично сдал теорию, но по практике полная лажа у него будет час. Вот с такими, вот как мы с холодильниками смотрели, вот с такими должны ходить матерые мастера, которые уже не умеют, но знают, как воровать. Да. Тучат жизни. Да, да. Специалист из компании «Тысяча один замок» все-таки вызовет наряд полиции. Мы тут же... Он просто дернул ручку. А вдруг открыто. Да, да. Потому что это самое правильное, что он может сделать в данной ситуации. Понимаете? Нет, он у меня включает львок. Блин, она закрыта. А как я без ключа открою? А куда? А как я ее открою? Я могу узнать, за полторы тысячи я могу сильно постучать, чтобы она проснулась. Еще за 500 рублей за замок нажму. Если есть ключи, за 100 рублей открою. Очень быстро. За секунду буквально. Вы читаете? Наш агент специально подтвердил, что квартира ей не принадлежит. Понимаете? Нет, у меня включает ее квартира. Вызовет ли мастер наряд полиции? Я, конечно, вам правда верю. А документов у вас не есть? Какие? Либо прописки, либо... Нет, это не на, это бабуля. Так, пожалуйста. Ну, удачи вашей бабулы. У вас небольшие повреждения будут на замке сна. А-а-а. Это вообще вновь будет. Так, стоп, он еще собрался вскрывать дверь. Ну, бабушки будут. Ну, обратно это или что? Да. Дверь не будет повреждена, только сама личинка. Повреждения будут минимальные, то есть маленькая дырочка вот здесь выходит. В смысле личинка? Там что, мухи, что ли? Нет, скройте двери. Посмотрите, он же реально ковыряется в замке. Это не то, что надо было делать. Наряд полиции единственный вариант, который мог спасти его. Да. И ритуал тоже можно. Уже вечер, да. Бабушка с обеда не отвечает. Думаю, уже сидел. На всякий случай, чтобы все были на месте. Это, конечно, плюс. Но надо работать в рамках закона. В этот раз задача у мастера намного сложнее. Мы установили в замок усиленный цилиндр четвертого класса. Офига, там и плюсик, и минус какие-то. Дубля, игры в кальмаров какой-то уже пошло. Такой же хочу теперь. А с собой же круто. И дополнительно бронено... Просто на брелке носить с собой. Смотрите, какая личинка. Клавинку. Интересно. Справит... Гуляет, знаешь, раньше же там от тачки же такая... Да, и даже сейчас. Такой... Есть ключи. А тут от хаты, типа, знаешь. Зарегурую ключи у меня. Сори. А в двери час стою, да? А ничего не стоит. Личинка-то вот она на руке у меня болтается. Заходи, не хочу. За какую сумму? Я что, лох, что ли? Я знаешь, как за эту личинку отдал? И что она там стоять будет? Ее никто не увидит. Она ключа, все видят. Вот такая, блядь. Четвертый класс защиты. Никто не войдет. Кучу бабок. Да. 12 тысяч. 12 тысяч. А вот процедура нормально тебе? Вот так и надо было. Конечно, нормально. Там бабушка умирает. Надо было 25 просить. Можно любые деньги просить. За скорость, блядь. Процедуру, это, конечно, за высшую цену. Ну, тут мастер, скорее всего, наверное, просто подумал, что проблема с язычком. Он, может быть, как-то не сориентировался и пытается, может быть, сделать технологическое отверстие под язычок. Так стоп. Почему мастер подумал, что проблема с язычком, если... Ключей просто нет, нужно замок вскрыть. Дурак? А, нет, еще может быть такой вариант. Он может быть замок, ну, типа, неправильно оценил, знаешь? Ну, или вариант дурак тоже, типа, не устраивает. Вот, все, все, блин. Получается, что у нас будут большие проблемы с замком, и с дверью, да? Ну, вообще, надо было отказываться от этого. Ну, получается, по сути, дверь сейчас испугу спорит. Я извиняюсь, вы просто скольбует маленькая дырочка. Я напи***л. Не, хочешь, ничего делать не буду, вообще, там твоя бабушка лежит. Я просто работник. Сейчас всего 24 тысячи станет стоить, ну, для нас. Странно, ведь мастер обещал другой результат. Дверь не будет, повреждена, только сама лечит. Похуй, болгарку достает и просто квадрат выпиливает. Ты видел, там уже вылетает в части замка, да? От мёртка? Там, вот видишь, такая вот коврик, и слева такая золотистая штучка. Это вот от замка вылетел. А-а-а, нихера. Что-то там начинает стучать. Не, ну, если он так долбит, то бабушка, ну, явно, либо очень глухая, либо уже мёртвая, блин. Там уже можно не торопиться. Там отвертка подсделана, и долбит, куда? Вот. Пошёл, ушёл. Еще что-то упал. Точно, стену хочет вынести. Ну, мастер пошёл по неправильному пути. Можно было бы сделать и проще, и быстрее, и сменил. Ну, ладно, у меня есть 4 корсара. Сейчас мы их туда запихнём, подожжём. Может, поможет. Я что-то это вообще не понимаю, что делать. Что-то ничего не выходит. Ну, бабушка испугается, конечно, взрыва. Ну, что поделать? Не, в этот момент бабушка подойдёт. Бабушка без пальцев останется. Руку потянет. Баба! Такая просто с розой вместо руки, блин. Пальцы как конфетти разлетятся. Ты опять запейся, сука? На вторую тянет, а там остатки довзрывается. Господи, как жёстко. Просто дура. Сейчас мы попросим. Он сейчас её не откроет. Думаешь? Он... У меня такое ощущение, что он выбил просто личинку, а языки вот эти там остались. Ну, их вытащить теперь можно. Чё их держать-то будет? А как он их... Ну, резать, ломать дверь придётся, наверное, я не знаю. Не, они же не цепляются внутри. Просто стоят в отверстии. Нашего агента прислать снимки последствий жёсткого вскрытия замка. Ну что ж, наш агент прислал нам фотографии. Просто как будто фото после убийства, знаешь. На месте убийства. Расчленёнку замка показали. Сейчас такие, знаешь, замки ходят рядом. А, так. Это серьёзный преступник. Рядом из двери и, в принципе... Бойной на голову. Чё ты заперстал? Не-не-не, больной на личинку. Смотрите, он даже ручки ей оторвал. Кто же это может быть, блядь? Домовой, блядь. Домовой. Кузя. Замок такой грязный ходит, блядь, в лесу жрёт. Замки вскрывает тварь. Да-да, такие, знаешь, у него коллекция ключей висят такие кровавленных. Блин, и ворует ватрушки. Пирогов хочу. Сейчас мой милый, сейчас мой хороший. Пойду замки взламывать. Ты мне пироги не делаешь, ты меня не любишь, не ценишь. Пойду в роги пироги воровать. В роги пироги. Четко помнишь, я вот, а я недавно на стримах просто смотрел советские мультики. Да, блин, ты мне прям вообще туда, короче, унес. А он так смешно говорит, рогов хочу. Да, да, да. Не любишь меня, не ценишь. А мне ещё это нравится, знаешь. Идай, помогите, убиваю, со свету сживаю. Бля, надо пересмотреть тоже. Хороший мультик, а он и короткий, и уливный мультик был просто. Но страшноватый немного, это кукольная анимация, она так пугает. Так все старые мультики, они страшненькие. Вот, ты помнишь про пиратов, которые были, были мультики? Про пиратов? Да. Типа, вроде Дак назывался он, да. Песенка про мальчика Билли, который очень любил деньги. Жил маленький Билли, татара, тата, что-то там, деньги не тратил в копилку. Мне вот анимация их пугала сильно. Не ел и не пил, деньги, деньги, дребеди. Но это хороший мультик тоже, его и сейчас можно пересмотреть. Ну, я не смотрел его, кстати, чисто из анимации не нравится. Я у тебя дома его смотрел. Да потому что я его не смотрел, блин. Я вот сейчас, кстати, только вспомнил, что я его у тебя смотрел. И потом еще дома его по телеку показывали. Да, и потом сейчас скрутить начали. Хорошее воспоминание, черт побери. А какие его дальнейшие действия? Механическим воздействием открывается за мной. Просто мясник. Бабушка там даже с мертвых уже должна встать. Такая скажет, что ты заебал, и он там светит, слышит. Она уже в полицию звонить должна. Хату вламывается. Да, да. Она уже опоздала. У бабули очень крепко. Не, ну, а можно обратно мотнуть? Ситуация может сделать только один. Во! Явно дорогой сегмент у них. Потому что у него функов-то Armani Exchange, блядь. Чувак взламывает просто в Армании. У него там еще боты, наверное, Баленсиаго, человек такой. Он такой, да, на замках чисто поднялся. Ну, стамеской только работаю и дрелью все. Вот мой, блядь, кормилец, блядь. У бабули очень крепкий сон. Я с прем-этажа, пожалуйста, смонтируйте этот момент следующим образом. Сначала показывайте хаос, который творится. Он бьет молотком. А в том, у бабули очень нежный музыка. Чтобы вы понимали, мы сидим уже больше двух часов. Ё-моё! А дверь, блядь, она раскурочена. Единственный вариант, который приходит нам в голову, сейчас сообщить нашему агенту бабуле. Не, ну я бы уже думал, что бабушка уже, ну, на том свете, если бы это мне реально так было. Два часа долбить по двери, блядь, ужас, так долго. Никто еще, понимаешь, никто из соседей еще не пришел, вот что не беспокоит. А я думал об этом, да, они же весь день там шумят. Неужели предупредили всех? Ща мы будем замамывать квартиру, весь день шум будет, не обращайте внимания. Ни фу-фу-фу. Мне 70 лет, я ни во что не верю, я прямо сейчас вызываю полицию. Ха-ха-ха, ну, мой коленцы. Погнаешь. Типа проснулся, подойти и попробовать ручкой открепить. Тут либо реально проблемы без очки, и он не понимает, что нужно его отвести и просто на себя дернуть дверь, либо своими вот такими силовыми методами. Производил блокировку механизма, и теперь это трудоемкий процесс. Прямо сейчас, с помощью бабули, мы выясним, заблокировал мастер дверь или нет. Бабуль, ты дверь открой. Че случилось? Ха-ха-ха, че случилось? Идите, не надо, все, ничего не хочу. Я тут с подругами зависаю. Сама справлюсь, сейчас ключиком тут поковыряю. Ха-ха-ха, а там морги из стариков. Ха-ха-ха, не входите. Ха-ха-ха, не как-то. Ручку вниз нажмим, и тут с этой стороны под... Ну как я открою, скажи на милость. Ну что, дверь будете ломать? Нет, только замок. Нет, уже сломали. Ну вот, совсем новая дверь, жалко ведь. Да какая новая дверь, она раскручена, вся там дырка вниз. Я отказываюсь, это конец. Пенсионеры, все новое. Че, блин. Смотировать просто, давайте смотреть. Она не трюк, блядь, стоит. В какой момент наш серьезный проект превратился в юнористический ситком? Сначала вскрытие проходит ровно три часа. И судя по шумным работам, это еще далеко не конец. Три часа. Я хочу напомнить вам, что написано на сайте. Срочное вскрытие замков, срочно. За восемь минут. За восемь минут это пятьдесят рублей. У нас полностью уничтоженную дверь. Да. Бабушка на метлах. Три часа мы с ней сидим. И замок заблокинул за двенадцать тысяч рублей. Интересно, а после трех... Замок за двенашку он убил. Трех часов работы. Сумма увеличится. Ну, он не ту работу сделал, за которую он просил свои деньги. Не помню, сколько он там попросил. Шестеру вроде. Да, шесть тысяч. А сейчас еще объявят больше, прикинь. А должен меньше объявить. Он же вскрыл каким-то, ну, таким методом. Или нет. Тупым. Он еще и стены русскую ручил уже. Видишь, что у нас по деньгам не ходит. Ты че, ахуй... Что, блядь? В смысле, дорого? Блядь, ты липал уже... Пошел... Блядь, ты... Блядь, ты... Вы просто, какие 35 тысяч рублей? Убитая стена, убитая дверь, убитый замок за 12 тысяч. Три часа, блядь, ожидания, когда ты просто... Дверь, полтос, стену починить сколько будет стоить, хуй знает. Похороны оплатить, блядь. Да-да-да, так это он денег должен. Что, что ли, какие 35 тысяч? Ему еще наглости хватает говорить. Вообще жопа, блядь, придурок. И вот 35 тысяч рублей за раскуроченную дверь и замок. Просто какой-то лютый ужас. Батарейка у камеры садится. Они даже выйти не смогут его снять. Потому что дверь заблокирована. Блядь. Это последний выпуск червоза. Половина часа аккумуляторы наших камер на нуле. Придется обнаружить себя и познакомиться с мастером через заблокированную дверь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот с другой стороны мы сейчас с вами хотели пообщаться. У меня зовут Дмитрий. Да-да. А почему? Потому что заблокированный дверь. Так вроде же ничего не было заблокировано у нас. А, ты понял, какой замок у них? Это блокирует так дверь, так и по бокам. Поэтому я говорю, зря он личинку выбил ты еще. Не помогло. Он не может подтянуть их без личинки. Ты тут лучше разбираешься. Добрый вечер. Добрый вечер. Что ж, вот так нет. Я сейчас тебе клеща дам, блядь, за такую работу. Уже, блядь, не втерепеваешь просто. Как профессионал. Я просто сейчас выйду. Через скважину такой, знаешь, блядь, иди сюда. Бейся. Вот я отвертку высунул, бейся об нее. Тварь. Нас заблокировали. А я вас не заблокировал. Здесь у вас ключ прокручен, понимаете? Ключ прокручен? А мы же прям замочек-то прям новую-новую перед вами поставили. Я не знаю, как это случилось. Нет, просто не было бы в обход дроненакладки сделать дырочку и отверточку. Вот я сделал, в обход дырочку. Нет, 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 прям наверху. Вот вы сломали дроненакладку и личинку, а можно было бы все оставить своими. Вот внутренности. Они, к сожалению, теперь лежат вот здесь. Ему кузнецом надо идти, а не домашнику. Ну, как молотком. Сопутствующая, выходить из положения. Что ж, друзья? Барабанщиком мы. Уже много часов непонятно, что же будет дальше, потому что дверь до сих пор нет. Бабушка уже весь клон посмотрела. Или этот, земля любви, земля надежды. Нет, когда мы великолепный век сейчас. Да, да, да. Это наш эксперт помогает. К второму кругу пошло. В любом случае вызвали нас. Серкан Булат. Ой, тут новый romcom с Серканом Булатом. Там так вообще здорово. Мне так нравится косичка. Я непонятно только, что происходит, почему они целуются. Компания тысяча один замок отправляется в черный. Серкан Булат популярный, да? Да, да. Не часто говорит, что я похож на него. С ним хвалят сериалы. Какой ужас. Они даже не могли к нему попасть. Серьезно? Да. На этом история не заканчивается. С этого момента... И еще полтора часа. И еще полтора часа. Это ужас. А вы открутите глазок. Что? Глазок, глазок открутите. Ты просто рассверлил ригельную планку, у тебя там все заблокировалось. Язычок работает хорошо. Что ж, самое время подкрепиться. Потому что в замках я все равно не разбираюсь, но разбираюсь в услугах. И сегодня я разочарован. Потому что специалисты по вскрытию замков показали себя с крайне нехорошей стороны. Все? Да. Блин, жалко, что они с ним не поговорили на камеру. Они даже... Мне кажется, он свалил просто, знаешь? Такой, дыр... Убежал. Блядь. Суйте, косарь дайте, просуньте вот в эту скважину замочную. Хотя бы косарь, пожалуйста. Я 5 часов здесь нахожусь. Косарь так порублю, как монеточка кидать, как автомат. Он реально 4,5 часа. Еще он нет, он еще испортил дверь, сломал вообще в хлам. Дайте денег, пожалуйста. Возможно, Дима Масленников до сих пор не вышел. Деньги бумажные, давайте. Ужасно, ужасно. Они бабку доедают сейчас вдвоем. Ну, выпуск интересный. На будущее мало ли кому. Может, кто-то захочет стать домушником, поэтому спрашивайте паспорт. Учите мать часть. В общем, большое вам спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. До новых встреч. С вами был Юлик. На его канал подписывайтесь, ставьте ему лайк. С вами был я. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok